Так, значит, запись следующего фильма. Я одновременно занимаюсь двумя сериями фильмов. Первый Это откуда дровишки. Вот имеется ввиду. Я учу как отличать фальшивые придомники от нефальшивых. И фальшивые сажатся от нефальшивых. И вторая параллельно и аудиокнига под названием «Записки зачарованного сибирского садовода». Вот. Записки в виде бумажных книг заканчиваются. Через несколько десятков их просто не будет. И больше такой книги уже не будет никогда, потому что для этого надо иметь по-русски, мы уже не знаем, по-английски мани. Вот. Значит, этих мани заранее никто не предлагает. Получается, сколько денег собираем, столько и книг издаем. Итак, аудиозапись означает, что современные люди разучились читать на бумаге или на экране. Им нужно теперь аудиокниги. То есть, рассказы. Я вот автор Железова Лея Константинович. Он же и будет вам читать эту книгу вместо вас. А вы только развесите уши. Итак, это будет уже третья часть. Все это мы смотрели, проходили. Вот. Все это настоящий сад и сказки. Какими забит интернет. Вот. Мне уже стихи посвящают. Когда сломаешь чужим в науке, пытаешься один весь мир объять, проводишь годы в тяжких муках, ведь всем все надо объяснять. Но первый сад на пустыре развел все твои сомнения. Теперь на радость детворе плоды чудесных рук творения. Ты стал опорой до сибиряков, бесценными твои советы. Ты вышел черенки всегда готов. Через фольден до шлёстной красной ответы. Пусть Новый год счастливым будет для тебя, и пусть сады твои годы ухают, и ты еще в день, которым, дорога земля, тебе здоровья и счастья желаешь. Сразу слёзы выступают на глазах. Сразу выступают на глазах слёзы. Вот. Это мы уже с вами, я бы это всё рассказал словами. Аудиокнига. Вот. Это были две первой части. Начинается третья. Чем старше подвой, тем скороплотнее привой. Чем ниже место прививки, тем мощнее саженец, и тем меньше мёртвых или слаборосых привоев. В результате, получается, вот такие необычные формы кроны. Страница 17. Вот. Называемыми неубиваемыми. Так как нижняя часть всегда под снегом. Кстати, лично меня это не касается. У нас, наш регион, Хакасия, Юг. Сибирь – это бесснежие. А для вас это очень важно. Вот. Пропаганда высокоштамповых деревьев – это одна из страшнейших ошибок. Результат – миллионноразовая гибель деревьев, больных, несчастных. Вот. Дальше я читаю по тексту. А теперь сравните с высокоштамбовыми деревьями от множества авторов. Десятками ран на штамбах, миллионами гибнущих от российских морозов, малоснежной и от болезней. Вот. Вот видите, что такое низкоштамбовое деревье. Небольшое отступление. В детстве увлекался аквариумными рыбками. В соответствующей книге прочел фразу, которая меня потрясла своей жестокостью. Если рыбки не соответствуют стандартам, их надо усыпить. Например, вылить в раковину. Пошли годы. И теперь уже я советую подобное начинающим садоводам. Подобное. Двои дочери. Начинающие садоводы, которые сделают пять прививок, надеются получить пять полночащих деревьев, скорее всего не получат ни одного или один-два неполноценных. Не каждая ручка, взятая даже с лучшего полносящего дерева, станет после прививки деревом. Этой фразой я не хочу отбить охоту к творчеству у новичков. Но они при отсутствии мастерства обязаны заменить его только большим количеством попыток и жестких выбраковок. Но прививки – это второй этап. А начинал я каждый день с рынка. Покупаю все, что вижу. С волнением высаживаю четыре саженца черешни. Слово «черешня» в нем кавычках. Пять лет с двух урожая. Пробую кислейшие плоды и понимаю, что стала жертвой невольного обмана. Но откуда мне тогда было знать, что вся Садовая Сибирь называет вишни-сибирские степны, а с длинной плодоножкой черешними? Знаете, как вы это торгаши убили в голову миллионам? Причем они искали и едят кислятину, в лучшем случае на варенье. Есть невозможно. И все равно называют черешни. Это опять было мое отступление. Дальше. По тексту. По-настоящему съедобны оказываются только вишни-волочные, обскобка китайская. Суровая зима 1984-1950 года выкосила 70% вишен, которые были в каждом Саногольском саду. И с этого времени начался и постепенный регресс. Имеющие в садах вишни-волочные, старели плоды, мельчали и теряли сахар. А новые поколения саногольцев уже перешли на импортную продукцию, и о вкусной кислоте, сладкой кислой ягоди не знают. Или не хотят знать. Ну, а я отобрал косточки от самых костных плодов, самых рясных, морозостойких, молодых кустов, обшарив все окрестные сады. Вот о 16. Видели, да? Так. И с тех пор каждый год с терпением дожидаю середины июля. Горстями я вкусную ягоду сам отбирал по плодам семена для будущего рожая, и бережно собираю косточки. Так во мне родился селекционер. Но это оказался тупиковый путь. И косточки вишни-волочные, и выращенные лица в последний год вы никому не нужны. Забирая, забегая вперед, объясню свое отношение к выращиванию плодов, деревьев и семян, в скобках, семечек и косточек. Есть много достоинств. Это дешевизна, посадка на постоянное мясо сразу, неискалеченные окроны и корни. Но есть и минусы. На юные садоводы, новички, так реагируют на мой совет, высаживать 50-100 семян между культур. Они так объясняют. У меня маленький участок. Зачем мне 50-100 деревьев? Мой ответ такой. Это будет настоящая удача, если для плодоношения дойдет хотя бы 10-20 по-настоящему культурных деревьев. После общения с саногорским волшебником Борисом Иосифовичем Боднером, одними из создателей саногорского феномена, окончательно убедился в том, что сенцевое выращивание корни собственных деревьев из покупных в магазинах фруктов это тяжелейший тернистый путь только сененционеров. 5 лет, а возможно 10, а для семечков культуры все 15, и даже 25 бывает. Ждать первого урожая с негарантированным по качеству плодов, и по морозу эксцертатам даже эти плоды были изумительными. Сейчас я должен делать поправку. Я ничего не меняю ранней железы. Все писалось от души. Но прошли годы. И сейчас я убедился, что по крайней мере косточкой культуры, вишни, черешни, сливы, абрикосы дают не так уж долгий путь до первого отношения, как правило, в среднем 5 лет. Ну, может быть, 4, 5, 6. Это не так уж страшно, не смертельно, можно дожить до урожая, раз нажимаем пенсионером. И качество плодов во многих случаях не хуже. Когда это что-то у меня много материалов, отдельная папка со всей стороны идут с гордостью, с радостью фотографируют плоды не из косточек, и невиданное качество, невиданных крупностей. И все это железно, из моих косточек. Но это другие фильмы. Вот такое отступление. Дальше опять по тексту. Достаю посылку журнала «Пересадебное хозяйство». Он стал на первые 15 лет моим единственным окном «Большой садовый мир». Узнал разницу между сельцами с садовцами и прикорневыми отводками. Раз прикорневые отводки сохраняют материнское качество, плодов, искал плодный, украсил свой сад десятками сортов образцов слив китайских и уссурийских. Всех святого радуга. Фантастическое же зрелище. Фото остается 16. На все годы не замерзло ни одно дерево. Урожай пили ежегодные, плоды сладкие, даже слащавые. Ну, от себя добавлено. Бывает небольшая горчинка, но не страшно. И это все колесом с деревьев. Давайте посмотрим на фото 16. Вот она, красота какая, да? Уже это, и такое мне обидно, что даже это исчезло, было в Каржином. Новая родина, новое садоводство. Первый завестунь 85-го года покупает дачу в Хрушинском районе, деревня Красный Ход. Это сейчас он стал местом паломничества, журналистов, телевидения, ученых и простых садоводов. Ими за все годы в моем саду съедены тонны вкуснейших плодов. Начиналось так. Внимание, это учебная, это не просто билетристика, это учебная книга. Старуская соседка посоветовала привать культурной яблони на ягодную яблони в Сибирку. Она явно не читала Мичурина, который приговорил в Сибирке одной фразой, утверждая, что подставки на моростойке подвои не влияют на моростойкость кроны. Вот так. Да, и современные авторы недалеко ушли, обвиняя Сибирку в несовместимости с крупноплодными садами яблони. У меня же, еще неопытного привальщика, получились неплохие саженцы. И в полный случай дождался урожай любых сортов в виде черенков, выписанных или привезенных из Европейской России и Украины. Интересный эпизод из моей практики. Знакомый с одного не поленился, съездил в Белоруссию и привез саженцы, десятков сортов яблонь и слив. Через колен замерзли все, хотя некоторые гадали первого урожая в кустах плодов. А мои деревья на сливах китайских и сибирках привитые черенками этих же сортов не замерзли после тех же морозных зем. И с тех пор и до сих пор вызывает недоумение то, что даже с времен авторопубликаций продолжают заклинать садоводов используют в качестве подвоев наиболее морозостройки из культурных сортов. А за это четверть века сейчас уже не четверть добавим 10 лет. За эти скажем так 37 лет, что читаю подобную литературу, миллионы моих земляков сибиряков выписали миллионы саженцев на скобках в кавычках морозостройки культурных подвоев. Подозреваю, что их всех давно уже нет на свете в смысле деревьев. Это горькая правда. Меньше погибает деревьев привитых на достаточно морозостройку ранитку. И тут же полное незнание того, что здесь же в Сибири, в сибирской таге растет ягодная яблони сибирка, единственный местный житель из плодовых растений. А у нее мощнейшие корни, куда там до нее ронетки. И морозостройкость вышла на несколько градусов. И расцвет Сианогорского яблони садородства связан именно с сибирками, единственный в себе регион, являющий поставщиком фруктов в соседней области. На первом этапе феноменом лидера был пригород Сианогорска, поселок Майна. Там царили уникальные садоводы Ленинский, Ленинский, Бородец, Сошникова, Жостовская и бесконечные сотни их последователей. Почти каждую осень поселок окрашивался в оранжевом цвет и забили абрикосов к пруду. Сейчас сады постарели. Еще выводятся скупщиками плоды абрикосов, но количество крупных сахаристов уже не тя. Одна из причин успеха сухой малоснежный климат и боящихся сырости зимой и летом осенью и особенно весной абрикосов деревья прекрасно растут. Появившийся авторитет среди садоводов заставлял меня посещать неблагополучные сады по просьбе их хозяев. Именно там я сделал по-настоящему важнейшее открытие. Типец картины. Передо мной мертвое десятилетнее абрикосовое дерево. Пойди догадайся почему оно погибло. посажено строго по науке чашеобразное углубление 20 сантиметров глубиной. Становлюсь на колени и пытаюсь отгадать что за белокольца нарисованы в кавычках нарисованы на нижней части штамба. Эврика. На это же следы оставлены уровнем воды днем и льда ночью по мере высыхания рукотворной лужи в течение двух-трех недель так как промерзшая почва не впитывает растаявший снег. Это ведь тот самый лед который разрывает самый простой металл. Шли годы наблюдений и ненаучных выводов становилось все больше и они достигли критического уровня. Дальше молчать было нельзя и откинулся писать. Нет не в инстанции все по барабану а в газетах и журналах. К сожалению написать страшную правду об этом и других общепринятых нагубителях агроприемов решили далеко не все редакторы газет особенно те кто имел ученые степени и много лет учился садоводом как губить деревья собственными руками. Когда перекрыли Енисей наиболее благодатный климат позволил перехватить пальму первенства поселка Черемушки с тысячами четырехсоточных участков на крутых горах. Именно там единственное место Сибири без утепления и укрытия растут лучшие в России сорта плодовых растений. Вторым немаловажным фактором стала массовость и третьим невероятная смелость. Заклинания науки сажайте только в районе а значит не вкусные сорта были проигнорированы. Именно там плодоносят любые сорта априкосов слив яблок варуш и вишен. В садах можно встретить даже персики шелковицы и грецкие орехи. Все это позади. Сейчас не встретите ни персиков ни шелковицы и грецкие орехи. Причину может я ниже скажу. Именно там садовод-волшебник Борисович Боднер вырастил в детстве в Сибири черешневый сад с плодами мировых стандартов. Я как бы его этот самый в этом плане последователь и мой сад скромный садик у него черешневый сад а у меня черешневый садик. Смотря у него сад а у меня садик. Десятью черешневый мой. Я не считаю засад вот так. Вот. Поэтому отдаю должное Борису Ивановичу Боднеру низко кланяюсь ему царство небесное волшебнику равному которых не было на всей Сибири и во всей России. Включая даже ученый мир. Ну и там стареют сады. Борис Иванович еще десять лет назад первым забил тревогу. Девяносто процентов деревьев нуждаются в замене и нужно вернуть черешкам былую славу. Новые необычные для Сибири сорта не застряли в поселках и начали расползаться завоевывая тайгу степи и горы. Я уже не могу идти речь о влиянии теплого водохранилища. А моя бедная голова заполна снова фактами и наблюдениями. Как бесснежно и сверхмороцарь зима так гибель культурных корнесосных деревьев новичков на данной местности саженцев из посылок из Европейской России. Сейчас самое страшное что практически все молодопитомники стали перекупщиками Южной Саженцев и Средней Азии Сербии Молдавии Молдавские самые северные да самые северные это теперь Молдавия ну ладно сейчас немножко оттекусь наверное так как вы не любите мне многие говорят длинные фирмы устаем на работе смотрим садом и это есть давайте на этом остановимся в каком плане я все время вынужден доказывать что я не верблюд вот это будет уже четвертая потом часть значит я смотрю всяких подвоев тоже очень важно а пока еще раз на мой сайт я уже вас учил как сюда попадать три слова сайта на водожелин в поисковике и вы на сайте вот дело в том что надо развиваться а самые из вас упорные таких всего лишь 300-600 человек которые с учетом тех кто смотрит записи являются участниками моих вебинаров они пятый год проходят каждую неделю по понедельникам в 16 часов по московскому времени следующий будет 23 нужно ли вам это знать ну я сейчас не то что мне говорить что я думаю придерживаться строго это только текст да правильно давайте посмотрим вот вот это вот каталог это прошлогодний каталог да сейчас надо дожить до осени когда появятся какие-то деньги не говорите что у меня есть пенсия вот которую надо прожить можно прожить так значит наверное заказал каталог вы узнаете что и что было актуально в прошлом году очень важно вот видите закончилась эта книга маленький тираж хоть и дорогая была 1300 рублей она закончилась вот эту книгу мы сейчас с вами переводим на ауди но даже прослушать я полностью сделаю смотрите сейчас я всегда отчитываюсь перед своими друзьями когда я объявился начинаю аудиокнигу ну не только ее что есть еще не менее важные не менее важные не менее важные фильмы так другого другого направления и сказал что девочки я приплачиваю студентки абаканской которые учат разбираются в компьютерах за монтаж каждого фильма доведение до ума там с музыкой все по 200 рублей за фильм вот спасибо откликнулись я получил причем там не было фамилии только имя отчества в этом квитанциях я получил 500 рублей 300 рублей и сегодня 200 рублей и того тысяча 5 фильмов сегодня я делаю пятый и так получается несколько сейчас отправил я на монтаж и эту отправлю и вы тогда увидите то что я вам показывал немножко раньше вот и почему это очень важно и почему важна наша помощь потому что таких частей будет много так а когда через несколько десятков человек закончатся записки бумажные больше вы их не увидите никогда но мы несем это с моим редактором павлом николаевичем то оценка делаем новую книгу сановодство доизвленной судой она она готовится она практически уже готова вот уже можно было руки чуть не опустили вдруг как это называется полиграфия или как там два раза увеличилась бумага и все прочее и прочее два раза это было связано с санкциями вот и получается мы на данный момент мы собрали ну три дня назад было 75 тысяч а надо минимум 150 тысяч так вот вот это самая книга я вас очень прошу во-первых вот так как ее тысячи и тысячи наших уважаемых садоводов которые пока научены как унисажать деревья чтобы они могли воспользоваться можно связаться с оценкой выслать эти деньги небольшие вот видите вот и заранее ее платить потом ее получите так вот а потому что потом когда террор будет выкуплен напечатан выкуплен а грозно а остальные вы получаете уже как бы в свободной продаже заказав поменяем этот оценок уже по полторы две тысячи ну слово сказать что меня удивило эта книга за 1300 рублей была распутана за последние меня еще спрашивают у меня последние три экземпляра которые для обложки она очень красивая вот я держу для кого для Путина может для министра науки высшего образования но это тогда это видимо уже когда действительно заинтересует импортозамещение вот сейчас друзья что получается импортозамещение это надо вернуться к дачному хозяйству расцвет Савнигорского садоводства был связан с огромным количеством продукции яблони сливы абрикосы ну грош практически не было от стали вот которые завозили в Тугу Кемеровскую область Иркутскую область и на север Краснодарского края вплоть до Норильска потом все рухнуло как рухнуло долго говорить в двух словах научили убивать деревья это самое страшное это оказалось страшнее мороза учили убивать деревья и научили вот и сейчас я без содрогания не могу смотреть на все это потому что копии 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 интернет все время пополняются новыми смертельными советами которые являются просто копии перекопированными тем же советами 10 лет назад 100 лет назад вот понимаете о чем дело давайте еще это можно мы пока не можем выпустить книгу мы не можем собрать 150 тысяч а гарантия для вас и фактически дешевая стоимость это вот дальше еще скажу если я буду получать от вас а кстати вот эта книга есть еще кое-что ценное но это сейчас лето в эти вас сейчас не заманишь не заманишь дисками можно заманить меня только сейчас спрашивали сегодня Валерия Константинович ну что все-таки выписать мне надо чтобы жатые информации 11-12-13 мой московский семинар полностью запись все полностью записаны три дня запись шла сидело 100 человек в зале я вдохновленный рассказывал в руках указ как большой экран демонстрационный качественная запись стоит всего лишь по 300 рублей пересылка где-то будет рублей 200 добавим 1100 и у вас полная информация для тех кто как-то женщина понравилась я мало понимаю все ваши 2800 фильмов я посмотреть не смогу у меня что-нибудь сжатое пожалуйста ну вот достаточно я наговорил вы сегодня не забывайте что у меня есть телефон 8 960 776 8672 вот и на этом телефоне к этому телефону привязана та самая карта сбербанка если пришлите 100 или 200 рублей будет еще один фильм потом еще один фильм потом еще один фильм электронный адрес пожалуйста вот он вот телефон вот это вот этот привязан к карте мобильный телефон сбербанка это белая все друзья дальше боюсь отнимать ваше время а зачем вам этот телефон пришлось цели 200 рублей будет с одним фильмом больше вам вы даже можете гордиться своей сопричастностью пока практически за все плачу сам за 2800 фильмов приехали до свидания друзья остановлю трансляцию до свидания до свидания Продолжение следует...